Товарищи, здрасте! Тяжелые времена требуют тяжелых дисклеймеров, и я не знаю, что в ближайшее время станет с моей любимой платформой YouTube. Но, так или иначе, я лично и другие люди, причастные к каналу Сейна, мы будем работать, канал продолжит функционировать, и, возможно, даже не в виде канала на YouTube. Поэтому, во-первых, подпишитесь, пожалуйста, на остальные социальные сети, если реально не хотите меня потерять. Во-вторых, в ближайшее время я планирую начать стримы, вот сейчас заканчиваю тесты, возможно, к этому, к моменту выхода этого ролика уже есть ссылка на Twitch. И последнее, я не знаю, что будет с Патреоном, во-первых, спасибо большое всем тем, кто меня поддерживает, а во-вторых, если можете, то перейдите, пожалуйста, на Boosty, и те, кто только вот начнут подписываться, подписывайтесь сразу на Boosty. Этот сервис как будто более застрахован от грядущих проблем, но я не буду делать вид, как будто я знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Я лишился уже 30% своего заработка, не знаю, что и как будет дальше. Спасибо всем, кто поддерживает меня рублем. Мы будем продолжать работать до момента полного обеднения. Поэтому, товарищи, не падайте духом. Я думаю, очевидно, что этот и ближайшие видосы и, в принципе, весь контент, который будет выходить в это время в моих социальных сетях, он не призван совершенно сделать вид, что все нормально. Очевидно, что ничего не нормально. И также вполне очевидно, чего я опасаюсь. А на ближайшие 40 минут я могу вам предложить отвлечься от пиздеца, послушав мой видос про Noize MC и его замечательный последний альбом «Выход в город». А обсуждать альбом мне будет помогать очень большой фанат Noize MC, Максим, более известный как очередной картавый. Чтобы сразу заявить твою экспертность, скажи, насколько долго ты фанат Noize? Там на скольких концертах был и все такое? Слушай, вот прямо сейчас я тебе, видимо, скину фотографию моего очень юного лица, сделанную в 2009 году, 9 мая 2009 года в городе Тель-Авиве, где я торжественно жму руку выше обозначенному и горячо любимому Ивану Алексееву. Вот, собственно, это и был день нашего первого знакомства. Получается, что мое увлечение его музыкой можно датировать 2008 годом. Я не могу называться прям таким уж олдовым фанатом, коим являются люди, которые слушают Ваню со времен онлайн-баттлов. А сейчас я зачитаю в стиле бабангиды. Хуйня, 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 пидор, пидор, пидор. Но это гипер олды, гипер олды. Да, это люди, которые, скорее всего, уже находятся в состоянии старческой деменции и уже не способны настолько конструктивно обсуждать материал, который мы будем обсуждать с тобой. Так или иначе, со времен альбома Greatest Hits Vol. 1 и со времен первого тура Noize MC по нашей необъятной родине-матушке, я являюсь слушателем, большим поклонником. И в какое-то время даже был такой, знаешь, мальчиком Go-Go на некоторых уральских концертах данного бойсбенда. Сам Максим из ЕКБ, если что, из Екатеринбурга, и, соответственно, по своей родине катался с Noize. Товарищи любители завалить лички блогеров, в том числе мою, вопросами. У вас теперь есть возможность задать вопрос так, чтобы блогер от него не отвертелся. Donation Alerts те самые завели функцию Ask Me. Теперь вы можете взять и за сумму небольшого доната задать публичный вопрос блогеру, на который он, естественно, ответит. У меня такой же есть, заходите туда, задавайте мне свои вопросики и давайте теперь двигать культуру поп-стримы. Ссылочка в описании. Был ли у Noize альбом, который тебе прям не понравился? Слушай, ну прям такого, чтобы мне не понравился какой-то альбом полностью, наверное, такого не было. Точно есть материал, который я слушал меньше других. Возможно, это было связано со временем его выхода, с моим каким-то внутренним эмоциональным состоянием. Я однозначно меньше всего переслушивал хип-хоперу. По крайней мере целиком, от начала и до конца. Я слушал ее, наверное, раза два. Дальше только какие-то выборочные треки. Понятно, что, наверное, она и не предусмотрена для того, чтобы гонять ее на репите, да, там все вот эти вот батловые перипетии, там, состязания богов и так далее. Вот, это если мы говорим про вот альбом, который я слушал меньше всего, но, наверное, с «Царем горы» у меня тоже были неоднозначные отношения. Это что, если мне не изменяет память, это 16-й год, тоже достаточно неоднозначный период в моей жизни. И там было меньше синглов, которые попали на репит, вот, наверное, я бы так выразился. Но прям сказать, что был какой-то альбом, который мне не понравился, и я был не согласен с творческими затеями автора, ну, я не посмею, конечно. То есть хип-хопера тебе тоже скорее понравилось? Я хип-хоперу посмотрел еще в очень плохой видеотрансляции, которая была выложена после их первого шоу, да, то есть изначально же это был лайф. Там есть моменты, например, как и Вредика, в какой-то момент она, там, падает с декорацией, и, конечно, это отражается на вокале. Там не очень хороший звук, но это была вот полная вот эта сценическая постановка, которую они отыграли, по-моему, один, а может быть, два раза. Так или иначе, вот я тогда ознакомился с материалом, такой, блин, что-то странное, что-то тяжелое, но в любом случае будем ждать. После этого, после этого я уже прослушал ее, когда она вышла, альбом, но с того момента прошло года два или три, мне почему-то кажется. Ну, мне вот как раз хип-хопера супер не понравилось, я поэтому тебя позвал как именно фаната Нойза, чтобы именно эту сторону как бы его слушателей зацепить, потому что вот как раз хип-хопера, очевидно, ассоциация с Горгородом, и хип-хопера имеет именно все те же недостатки, что носили подобного рода концепции до Горгорода. И почему, типа, Горгород стал вот все-таки таким, типа, большим камнем, потому что в нем не было такого количества вот этой какой-то КВН-овской кринжатины, потому что там вот как раз все вот бэтлы, что есть в хип-хопере, они вот именно вот КВН-кринж, и там та же самая, и то же самое, и очень в минус работает вся эта божественная тема, когда это делает там какие-нибудь Ваня, Степа и Петя, ну то есть, ну блин. Возможно, это сложность работы именно с мифом, да, возможно, то, что взята за основу такая каноничная история, и поэтому она требовала каких-то, может быть, топорных решений. Не знаю, мне правда сложно судить, конечно, я вот батлы я не переслушивал. Хотя в лайве, опять же, вот в той видеозаписи было очень эпично. Пацаны стояли на каких-то высочайших трибунах, там, рэп-пак очень эффектно месил, там, на Дуню и на Тимура Родригеса, по-моему. Но я это вообще к чему? К тому, что вот я, мне далеко не весь материал Нойза нравится, но мне кажется, этот альбом, вот, «Выход в город», он охеренно золотой. Он просто пиздец какой классный, именно по количеству именно треков, которые прям капец как вложились, и они именно как песни написаны, ну просто вау. У тебя вот какое именно общее впечатление для начала? Слушай, у меня, во-первых, как раз-таки вот с вышеописанным моим ощущением от последних двух релизов, которые были до выхода в город, а именно «Царем горы» и «Хип-хоперой», у меня, знаешь, сложилось такое ощущение, что, ну, как будто бы вот для меня в сердцах эта эпоха прошла. Я так, ну, в общем, я уже, и у меня уже меньше возможности выезжать на гиги, я уже не так часто пою Ванины песни там на гитаре, а это вообще большая благодарность Ване, потому что именно он вернул в мои руки гитару, именно его музыкальные композиции вновь заставили меня развиваться в этом направлении. И у меня была такая, знаешь, я немножечко подотпустил. После этого вышла, получается, вышла песня «Всё как у людей», да, трибют гражданской обороне, которая разворвала мне череп. Я помню, что я этот клип показал в день его выхода семи разным людям, которые по нелепой случайности просто приходили ко мне домой. «Ты видел?» «Смотри!» «Ну, да!» У меня были вот такие вот ощущения. После этого, получается, Ваня принял участие в семнашке, и там тоже были шикарные треки. Да, да. После этого выходит «Вояджер», и который просто разрывает мне сердце, и я такой «Вау!» То есть там, понимаешь, там огромный скачок музыкальный, там огромный скачок поэтический. «В моём горле ком с Юпитер, боль размером 100...» Я понимаю, что вот тот момент, который заполняет пустоту моего взросления, понимаешь? То есть то, что вот осталось, когда знаешь, когда тебе кажется, что ты чуть-чуть опережаешься, там, исполнителя, которого ты слушаешь. Ты растёшь чуть быстрее, чем, там, его материал, да, не в плане его качества, в плане того, что он тебя уже не так цепляет. И тут я понимаю, что вот, эта брешь заполнена полностью, это сознательная, понятная и осознанная музыка, да, которая нужна мне сейчас вот уже человеку, который потихонечку подбирается к тридцатке. Я такой, вау, вау, вот это да, до мурашек меня пробил Voyager. Я прослушал, затёр его до дыр во всех трёх версиях, в которых он был выложен на сингле. И я ждал. Я такой, так, если Ваня сделал сейчас Voyager, и это тизер к альбому, я просто жду с замиранием сердца. Короче, так или иначе, впечатления были очень многообещающие. Первые десять композиций дали мне понимание того, что сюрпризом ещё быть, да, ещё есть что ждать. Наверняка Ваня подкинет ещё много всего интересного. Ну и даже начиная с того же «Выход в город», да, это сложнейшая музыкальная композиция. Вот ты как человек, который умеет играть на гитаре, это вот было вот понятно ещё в первые десять песен, что очень сложное музло. Именно переменные размеры вот эти и всё такое. То есть, например, вот тот же «Выход в город», он именно чувствуется, что он мог бы быть гораздо проще и по аранжировке, и по тому, как оно вообще построено. Но «Справедливости ради» это именно... Сори, я уже врываюсь в этот тейк, ты как раз говорил про, типа, 30-летнего тебя, который слушает «Нойза». Насколько он опытный хитмейкер, насколько он накопил именно написание этих песен. Это вот очень сложно сравнивать с артистами прошлого, ну, потому что каждый раз, да как этот, это как тот. Вот, но реально вот у Высоцкого, например, такое есть, что он пишет, что у него не просто песни, а они с точки зрения формы песни превосходные. То есть, можно как бы по вкусовщине оценивать, это там нравится, не нравится песня, но именно с точки зрения формы, мысли, того, как начинается припев, как идёт к нему всё, оно и охеренно сделано. Вот он прям пишет песни как надо, и то же самое у «Нойза», вот «Выход в город» — это просто охуеть. Сельма Лагерлёв — это просто охуеть, именно с точки зрения какого качества песня. При том, что она ведь очень простая. Мне вообще даже показалось, что припев, припев, ну, фристайловый. У Вани очень много таких песен, в которых, то есть, у него, типа, есть фристайловый припев, да, и долгое время на концертах он исполняет фристайловые куплеты с этим припевом. После этого у него в какой-то момент рождаются куплеты, как было с «Funk Soul Bravo», как, по-моему, было с «Make them noise», хотя здесь могу ошибаться, но так или иначе, так или иначе. Мне показалось, что это фристайловый какой-то угар, до которой просто были достроены куплеты. Ну, гуси, унесите меня в могилёв, ну, это же очень смешно. Это смешно и при этом трагично, да. И, кстати, я посмотрел пару интервьюшек «Нойза», он сказал, что эту песню он написал под вдохновением от Ланы Дел Рей. Сказал, что есть у неё вот такой альбом, который сейчас зрители на экране видят, и говорит, что там все песни звучат, как Селима Лагерлёв, и я вдохновился конкретно этим. Ой, слушай, не, я такого не слышал. Я прочитал только Ваня на комментарии в iTunes к альбому. Тоже много интересного там для себя подчеркнул по поводу нестандартных строений, то, что ты сказал. Сопротивление воздуха. Настолько некомфортная песня, она настолько неудобная. Я помню, я первый несколько раз слушал альбом на работе во время выполнения механических действий руками, и я такой... Мне прям неуютно, понимаешь? Я такой, типа, чё? Почему мне... Я не могу поймать, типа, ритм, я не могу под него качнуться, и тут ещё припев меня выламывает, да? То есть там шесть восьмых, потом идёт шесть четвёртых. Короче, я не настолько... Понимаешь, вот я ещё не настолько глубок в музыкальном познании для того, чтобы настолько предметно воспринимать все эти музыкальные ходы, я могу ориентироваться на них только на уровне чувств. Господи, это настолько неудобная песня, и она была мне... Мне прям было некомфортно и тяжело её слушать. Она мне не понравилась из-за этого. Я такой, нет, я не хочу, типа, верните, я хочу по-простому, где мои любимые четыре аккорда. А потом я поймал её, я такой, да, вот она, вот она, вот она неуёмность, вот она, непредсказуемость, вот этот шаткий пол под ногами. И так как ни я, ни Максим не обладаем достаточной компетенцией, чтобы нормально объяснить, в чём вообще фишки, сложности этой песни, я взял комментарий у гитариста группы Палк, который как раз фанат всего этого задротистого стиля игры. Привет, адепты Сирина. Михаил Саныч попросил дать комментарий по поводу песен «Нойз МС» и «Выход в город» и «Сопределение воздуха». И поэтому вот вам комментарий. Как и любой музыкант, Нойз хочет экспериментировать и пробовать что-то новое в своих композициях. И, ну, в то же время он борется с чувством того, что нужно делать музыку для всех. Потому что всё-таки эксперименты и какие-то новаторские вещи в музыке не всегда воспринимаются аудиторией. По крайней мере, аудиторией, живущей в нашей стране. Потому что наши люди привыкли слушать простое. Четыре четверти. Бук-бук-бук-бук-бук. И всё. Им никаких экспериментов не надо. Вот. Но поэтому Нойз попытался всё равно что-то сделать. И в песне «Выход в город» он играется со слабыми долями. Там никаких нет переменных размеров, никакой полиритмии, полиметрии и тому подобных вещей. И просто решил поиграть со слабыми долями с вполне нестандартной ритмикой, по крайней мере, для себя. И больше нечего мне сказать. А вот в песне «Сопротивление воздуху» он уже поигрался с размерами. Там есть переменные размеры. Там куплет в размере 6 восьмых, а припев в размере 6 четвёртых. Из-за этого чувствуется какое-то напряжение. Как будто что-то не заканчивается. То есть постоянно что-то не заканчивается и начинается заново. И он, в принципе, хотел это чувство тревожности передать, потому что он сам в своём комментарии говорил об этом, что мне хотелось вот это напряжение создать в песне. Также он сказал, что это песня второго эшелона. То есть он не рассчитывает на то, что она будет популярна или ещё что-то, но душа просит, хочет поэкспериментировать. И поэтому вот он попробовал. Но если уж мы начали перечислять песни, которые больше всего запали в душу, моя любимая музыкальная композиция с этого релиза, это, конечно... Многие песни разных групп, на которых я чаще всего имею возможность сходить, я всегда представляю, как было бы круто под эту песню разъебаться на концерте. И вот инстинкт — это то, под что хочется, ну, вот прям влететь и крошить ебальники за собой. Настолько она фантастическая. Понятно, что и тема слабовольных наркоманов, она тоже понятна и близка вашему покорному услуге. И гранжевый звук, который абсолютно сопровождал все главные хиты Нойза. Вот это вот, ну, абсолютно прямая ориентация. Ну, не знаю, назвать это... Ну, это не софт-гранж никакой, но такое, как сказать, среднее звучание, которое от гранжа осталось. Такое вот грязноватое, в котором Нойз суперорганичен. Это вот прям его вода. Я называю это боевички. Я называю это боевички, вот... И каждый, каждый такой бо... Практически на каждом альбоме Вани есть по одному боевичку. Как минимум по одному боевичку. И... Инстинкт точно закроет мои потребности в саморазрушении на следующем музыкальном концерте, который я смогу... Который я надеюсь, что мне удастся посетить в ближайшее время. Короче, знаешь, у меня самая большая какая претензия к этому альбому. Это Dolby Atmos. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему, но до тех пор, пока я не выключил эффект Dolby Atmos в своем сраном iTunes'е, мне казалось, что альбом очень кривой. Ну, типа, мне реально казалось, что он как-то... Ну, то ли у меня что-то с ушами, то ли он как-то неправильно сведен. Но сама вот эта вот атмосферность, она не давала мне услышать половину инструментов. Голос на некоторых треках куда-то западает. Я не знаю, то ли это сделано намеренно, и нам дояркам непонятен художественный прием, то ли что-то пошло не так. Ладно, люди с iTunes'ом, пишите в комментах, какая у вас с этим ситуация. В нашем славянском Spotify нет с этим никаких проблем. Правда, очень интересно, уважаемые тунца-пользователи, потому что у меня в чатике не нашлось людей, которые смогли бы дать комментарий на этот счет. Вот здесь ты наверняка осведомлен больше, чем я, но несмотря на то, что на альбоме куча супер, ну, позитивных песен, откровенно, да, имеющих какой-то иногда меланхоличный, иногда романтичный, иногда какой-то еще настрой, везде лейтмотив жутчайшей тоски. Он абсолютно все, то есть он как бы играет разные эмоции, а в глазах все равно боль. Вот такое ощущение создается. Просто под каждую песню альбома можно в том или ином контексте рыдать. И вот мне кажется, я просто как раз, ты называя предыдущие произведения, говорил про альбом «Царь горы» и т.д. Вот я как последнее помню эпишку «No comments», в которой были «Зубы мудрости», в которой был кавер Набродского, его собственная версия потом. Вот. И там то же самое уже было. И я как поверхностный слушатель, мне кажется, это вот как раз со времен смерти матери, которая и в его творчестве освещалась, и в его интервью, вот как будто с того момента вот эта вот тоска в глазах, она никуда не исчезает. Слушай, мне кажется, что эта тоска, она в принципе существует на протяжении всего Ваниного творчества. То есть если убирать откровенно фановые песни, типа, ну вот просто тезисно там «Девочка скинхэт», Стэнли запишет хит «Капитан Америка не берет трубу», или там «Сидит жадина», хотя «Жадина» тоже достаточно печальная песня, да, если как бы дожить до конца. В каждой из этих песен, даже в боевике, даже в каком-нибудь, ну ладно, в устроить, в устроить вам пати, наверное, в меньшей степени. Ну то есть, в какой-то момент, наверное, к середине второго альбома, когда спадает вот этот вот рок-н-ролл угар, да, когда жизнь становится более серьезной, осмысленной, когда Ваня начинает нести ответственность за то, что он произносит со сцены, когда он начинает нести физические риски от того, что происходит вокруг него, его творчества, его семьи, эти настроения, мне кажется, пропитывают все его музыкальные композиции, так или иначе. Опять же, в одном мы, как раз уж мы отсылаемся к его комментариям, к альбому, да, как он сам же себя цитирует о том, что все мои песни либо про преодоление, либо про невозможность преодоления, так или иначе, обе эти эмоции, наверное, можно испытывать с той или иной определенной точкой тоски, страдания и боли, вот, которая, я не думаю, что это напрямую связано с трагическими, с трагической смертью его матушки, вот, но так или иначе, так или иначе, мне кажется, что это было в ванне всегда, что всегда это смех висельника, знаешь, это всегда угар на грани падения, ну, такой настоящий, настоящий честный рок-н-ролл, в котором, в котором нет, нету полутонов, только, только либо, либо, просто, просто вот как будто в песнях, которые как раз я в детстве по блютусу передавал, как будто такого не было, как будто там все-таки, это было что-то про, про жажду, самовыражение, он фонтанировал в первую очередь, а здесь он именно человек, который сидит и смотрит в вечность у костра и как бы все от этого пляшет. Мне кажется, мы можем процентное соотношение вот этой вот тоски, да, заметить просто в каждом альбоме, то есть если в Greatest Hits Vol. 1 его по минимуму, хотя в переиздании в Greatest Hits Vol. 2 уже появляются, опять, еще там, в переиздании дополняются именно депрессивными песнями, типа там, ниже нуля, что там еще было, Control-Alt-Delete, это же тоже все такое, про все это больные рисунки, но, опять же, написать веселую песню, наверное, не сильно проще, чем грустную, но как будто бы быть честнее, в тоске гораздо проще, чем быть вечно улыбающимся, веселым. То есть, опять же, все веселые, извини, пожалуйста, да, вот я просто тоже для себя формулирую это твое наблюдение, потому что все как будто бы вот веселые треки, жизнеутверждающие, они все равно остаются сейчас в формате репрезентов. Пожалуйста, это Meocard, это Make Some Noise, это там коррозия хип-хопа, да, это вот именно рэп-репрезент такой в классическом его представлении. В остальном же, да, вся лирика, она, конечно, пропитана болью и тоской. Норм, мне кажется. Блин, лады. Естественно. Лады. Просто тут же одно дело лирика, пропитанная болью и тоской, но, знаешь, это вот так, нет, ладно, не будем приводить пример Оксимирона, лирика, пропитанная болью и тоской, очень много ее самой разной, но при этом как раз-таки Нойс в этом безумно изобретателен, то есть и как раз-таки и это, именно вот это вот желание что-то выстроить, капец какое, например, песня Предателя, мне она безумно понравилась, и то, насколько он вообще, то есть, именно насколько он играет этим, что он сначала сделал такой, ну, по сути, ретро-хит, который после этого перетекает наоборот в совершенно народную песню, именно такую карикатурную манеру, ну, то есть, он там, о-о-о-о, и это, оно именно смешно воспринимается, и при этом, насколько это сатира. В доме был такой уют без спецназовцев. Без спецназовцев. Это действительно, ну, прям, ну, это именно остроумно. Лучше б я молчал, родная, прости меня, дома был такой уют без спецназовцев. Все равно, это, это, это все юмор висельника, это, это ухмылка в петле. И можешь ли ты, как человек, который, я думаю, плотно знаком, что со сцены, которые ровесники Нойза, что со сцены, которые там вот, ну, разные новые исполнители, именно другого человека из хип-хопа назвать, давай так, хотя бы, ну, вот, нескольких, да, которые настолько же музыканты, насколько Нойз. Потому что, вот, ну, достаточно включить там Век Волкодав, и это вот, да, текст не Нойзовский, а Мандельштамовский, насколько это охеренная именно музыка, даже не конкретно рэп-песня, то есть тут даже не про то, что есть там чуваки, которым только Битмари музыку пишут, есть те, кто мыслится битом, и они как бы существуют вот всегда в рамках этого бита. Нойз уже именно в музыке, он вот музыкант с большой буквы. Есть ли вообще другие такие в России? В рэпе? В рэпе? В русском рэпе? Ну, у которых источник хип-хоп. Я, может быть, наткнусь сейчас на какое-то большое количество непонимания, да, со стороны, но я, как бы, я старый, как бы, стареющий козел, мне можно. Мне кажется, в русском рэпе вообще музыкантов как бы нет. Ну, скриптонит музыкант, скриптонит музыкант с большой буквы. Нойз все-таки как бы для меня больше панк, понимаешь, и опять же, это мое говнарское вот нутро, оно тоже как бы гладит. Я не знаю, опять же, может быть, я не так глубоко осведомлен, что происходит в русском рэпе, но что-то мне кажется, что, ну, реально, Ваня да скрипт, вот это те люди, которые знают, что делать с музыкой. Вот, у группы Black Eyed Peace на их фите с Джеймсом Брауном есть замечательная строчка, которая, собственно, является главным, главным хуком этой песни. They don't want music, they don't know how to use it. Они не хотят музыки, они не знают, как ее использовать, они не знают, что делать с музыкой. Ну, типа, ну, come on, блядь, ну, какие в русском рэпе музыканты? Типа, поправь меня, если я ошибаюсь, но... У меня, блин, было наоборот ощущение, что ты мне что-то расскажешь, потому что у меня сейчас, у меня был в голове еще запорожец, и, соответственно, Бабкин. Сансей, в смысле? Да, да, но они украинцы, то есть, как бы, меня сейчас опять захейтят, что я это... совмещаю русских и украинцев, но я имею в виду хотя бы русскоязычных. Нет, ну хорошо. Нет, слушай, ну, блин, я бы не сказал, что они рэперы. Ну, хип-хоп, у них явно корни в хип-хопе. Погоди, ну, с таким же успехом и у Ивана Дорна корни в хип-хопе, понимаешь? Ну, типа, с таким же успехом можно сказать... Это крутой поп-музыкант от хорошего слова поп. Так же, как и Андрей с Сергеем, да, с Запорожецем Бабкин. Это музыканты, но ни в коем случае не рэперы, не хип-хоп-артисты. Поэтому я не знаю. Блин, я уверен, что я подумал бы больше, я бы привел еще кого-нибудь, но просто тут еще нужно мультижанровость учесть. То есть, например, там ATL явно безумно талантлив и тоже именно вот это вот ощущение музыки у него есть. Но при этом это все равно не тот левел, когда человек на сцене с двумя гитарами, фоно стоит, между этим всем переключается. Вот. И каждый раз у него какой-то просто, ну вот... Вот сейчас луч света просто ебнет вверх, и он вот покажет соединение нойза и мира музыки. Есть крутые ремесленники, есть крутые ремесленники, да, тот же, ну, Сережа ATL, он невероятно талантливый рэпер, он крутой MC. Есть, в России есть крутые MC, их огромное количество. Но я бы... Я... Правда, я, может быть, чего-то не знаю, но я не очень себе представляю именно крутых музыкантов в этом жанре, которые могли бы совмещать себе хотя бы пятую часть тех скиллов, которыми обладает Ваня, потому что он себе и саунд-продюсер, он себе и музыкант, и аранжировщик, и автор песен, и все, что ты пожелаешь, только, только вот, пожалуйста, дайте время. Нам даже страшно здесь принимать мысль именно соглашаться на том, что нет в России больше людей, которые действительно из рэпа, но при этом музыканты, кроме всего одного русского, но из MC, а дальше не русские, и тут украинцы, казахи там и все остальные. Короче, пишите в комментах чуваков, которые из рэпа, но настолько же сильные музыканты с большой буквы. Да-да, поймите, мы не хотим никого-то оскорбить или задеть, это просто следствие нашей музыкальной ограниченности, лично моей, по крайней мере, не подумайте, что я хотел-то, хотел плюнуть в чей-то огород, ни в коем случае. Потом, еще раз хочу вспомнить про песню Век Волкодав, Век Волкодав, мне просто очень нравится, как, мало того, что Нойс перепевает стихи, так и, в принципе, перепевание стихов, мне кажется, это недостаточно освоенная ниша, то же самое предыдущие работы Нойса, вот когда он Бродского перепевал, и в этот раз, ну это же отлично, это звучит прям охуительно, и мне кажется, это нужно брать и использовать, и оживлять свою классику, и видеть свои корни, и, блин, вообще, и как переплетаются эти контексты времени, просто ебнешься. Просто это вот тема с тем, что Нойс умеет использовать вот эту вот историческую ткань, и он тоже ковыряется в корнях разного рода, что гражданскую оборону возьмет, что стихи Мандельштама, песня «Двадцатые годы». Ты вот из-за того, что читал описание, ты уже все узнал, но я был уверен, что это про наше вот это время. У меня просто периодически бывают такие диалоги с друзьями, я уже вижу, как такие пассажи начинают заходить, осознаете ли вы, что вы находитесь в двадцатых годах, и после этого этот период, вот в который вы сейчас живете, будут рассказывать, как вот были такие застойные двадцатые годы, а вы сейчас их проживаете, и я был уверен, что Нойс сыграл ровно на том же ощущении, что мы внутри этого не осознаем, что это двадцатые, и просто выкинул очередную актуалочку. За буквально час до созвона с тобой я узнал, что это биография Есенина, натуральная. Правильно я понимаю? Ну, я бы не сказал, что там не совсем, как я понимаю, биография, там просто есть какие-то вот художественные отсылки, да, к каким-то, опять же, событиям, которые описывают современники Есенина. Ну, и там микс, там же как раз-таки все правильно. Ну, типа, аллюзия на современность, она вторична в этой песне, а не первична. То есть он писал о том, а не об этом. Слушай, вот что первично, я не берусь судить, понимаешь? Блин, я понимаю, мы, вот в наших с тобой обсуждениях мы заходим на такую опасную территорию, как бы слишком экспертного ебала. Я, как бы, то есть, что меня отличает от рядового слушателя, да, Ваниного, то, что я просто, наверное, был на большем количестве концертов и больше раз прослушал всю эту херню. Вот, но делать какие-то осуждения от замысла авторского. Он написал просто как раз в этом пояснении, это его слова, про то, что изначально это было про Есенина в первую очередь. А потом он писал, типа, ставить совсем четкие маркеры, чтобы оставить связь с современностью, а не наоборот. Я про Есенина выкупил сразу, он же, она же была в первой половине, ну, альбома о комментарии вышли уже полностью. Там, когда после строчки я такой же, как вы, абсолютно, я такой, ну, это точно про Есенина, залезу, типа, на стол и буду вам читать стихи оттуда, меня затянут в драку. Я такой, ну, нет, кто еще это может быть, типа, если не Есенин? При том, что я не знаток, опять же, биографии Есенина и сериал с Безруковым даже не смотрел. Не, ну, последнее, конечно, главное упущение вообще. Блин, у меня есть, короче, тут вопрос в Сарату Ли. Мне, например, очень не понравилась песня Трансгуманизм 2.0. Она какая-то, из-за того, что я слышал много нойза и для него там, например, вот эта вот сама тематика зарифмовывать и разгонять вот эти вот роботические разные образы, это, ну, типа, я это уже сто раз видел и как будто он сам не напрягаясь это делает и, короче, мне совершенно не понравилось. И то же самое в замечательной песне Сельма Лагерлёв что-то, ну, она, она сама примитивная, но там, она в говно и уже давно и вот такие вот вещи, да. Блин, ну, понятно, что, типа, в определенный момент времени, когда ты начинаешь как бы сам писать или когда ты оказываешься в обществе людей, которые любят подокапываться до рифм и когда это становится вот частью твоего какого-то околопрофессионального крада, тебе начинают резать ухо такие штуки, да. Гений, а я, Ваню, отношу именно к гениям, гений имеет право на графоманию, вот, сказал Евгений Викторович Жаринов. И, а, как бы, поэтому, типа, если Ваня срифмует один раз за 300 своих великолепных песен давно говно, ну, типа, да и чё, блядь, ну, да хуй с ним, ну, срифмовал, да сделайте вы лучше, понимаешь, то есть для того, как бы, для того, чтобы, вот, критиковать, да, мне кажется, что нужно сначала, вот, ну, типа, да, я понимаю, что сперва добейся, это, конечно, очень ублюдское словосочетание, да, но, так или иначе, типа, я, какой бы там ни было бы колокольни, не могу сказать, что это плохо, потому что, возможно, опять же, да, это подчеркивает привитивизм с происходящего, ну, типа, шла помятая шалава, понимаешь, я такой, чё, причём, эта песня идёт после выхода в город, идёт выход в город, а потом идёт помятая шалава, я такой, чего, блядь, ну, типа, какая вообще шалава, откуда она сюда пришла, из какой станции метро она выпала, конечно, меня это, как бы, резануло, но при этом, при всём, я понимаю, что это, ну, это нормальный, такое, такое, такое может случиться, кстати, меня, я, как я уже сказал, да, отношусь к категории стареющих козлов, я привык и очень люблю слушать музыку альбомами, то есть от начала и до конца, чтобы всё по порядочку, и после этого я проверяю альбом для себя рандомом, то есть я вот несколько раз, когда послушал его от начала и до конца, я включаю шаффл на альбоме, и гоняю эти треки самостоятельно, не ожидая, какой следующий трек будет идти дальше, выход в город отработал прекрасно в обоих случаях, и так, и по-другому, вот. Ну, какая же прекрасная песня, букет крапивы, при том, что, вот знаешь, типа, опять же, если ты говоришь, да, как ты сказал, не кринжану, а как ты сформулировал? Всра-то ли. Всра-то ли, всра-то ли. Вот, типа, это, конечно, не всра, это точно не относится к категории всрато, но аллегория для меня была такая, достаточно рисковатой, мне показалось, для лирической композиции, про, как взгляд Христа из-под тернового венка, я такой, типа, погодите, по-моему, это слишком, ну, типа, ну, я понимаю, что, конечно, как бы, Всевышний для всех по-разному отражается в жизни, но я бы, не знаю, мне почему-то кажется, что, опять же, я бы никогда не испытывал по отношению к своей любимой женщине каких-то вот настолько божественных, знаешь, связей, но при этом, при всем, от строчки, если я не думал о тебе пять минут, значит, я потерял сознание, у меня, у меня даже сейчас пробежали мурашки, понимаешь, при том, что я не точно ее процитировал, насколько это глубоко, насколько это сильно, насколько это трогательно, поэтому, я бы сказал, что это как раз очень, очень тонкий шаг по грани пацанского цитатника, это не, это не он, это вот именно тоже строчка, ты такой, ах, бля, мощно, но при этом, короче, если я попытаюсь написать какую-то такую строчку, я думаю, 90% исполнителя, это получится кальянка чистая, или какая-нибудь именно такая попса, прям термоядерная, вот, но он прям по кромочке проходится, ну и сама песня, она вот именно такая, ну, знаешь, мне бы ее в лагере на гитаре сыграли, я бы дал, вот прям, вот она, 100%, вообще, 100%, не, блин, вот реально ты вообще сказал про пацанский цитатник, я представил, если я 5 минут о тебе не думал, значит меня вырубили, я такой, блядь, да, типа, легко вообще, это близко, но при этом в общем концепте смотрится совершенно замечательно, но это очень нойс, это очень нойс, это вот тоже, он прям умеет, это, давай тогда, назови, ну сколько, давай по 3 лучших, любимых трека, любимых, важно, любимых трек с альбома, инстинкт номер 1, точно, потому что я всегда ищу вот где разъебаться, Voyager, Voyager, ну блин, давай, знаешь, давай возьмем только новые, которые не выходили синглами, которые вот представили для нас, именно на альбоме, потому что, как бы, я назову все как у людей, и, и сложу руки на груди, пусть это будет инстинкт, пусть это будет, наверное, букет крапивы, наверное, букет крапивы, ну и выход в город, и выход в город, вот, вот так, хотя, я просто не вспомнил, знаешь, короче, какую песню я не понял, вот, единственная песня, которую я не понял с альбом, это вереница, я понимаю, что эта песня должна, как бы, вести тебя к зацикливанию этой истории, что после которой, да, этот, это, ну, это вереница события, она будет повторяться, этот вечный ремикс никогда не закончится, и ты заново входишь на этот, вот, на точку входа в Voyager, но не знаю, короче, не знаю, я еще, я не выкупил ее до конца, не выкупил ее до конца, хотя исполнительница, с прекрасным флоу, в натуре, в натуре, стоп, так ты третью-то назвал? Да, выход в город, а, окей, то есть букет крапивы, Voyager и выход в город, нет, букет, инстинкт, инстинкт номер один, инстинкт, инстинкт, не, ну, у меня выход в город повторяется, Сельма Лагерлев, и явно, это, песня предателя, ой, блять, вот о ней я забыл, нет, песня предателя согласен, готов променять ее на букет крапивы, ну, и на самом деле, все как у людей, я бы тоже бы, тоже бы, отдельно бы выделил, потому что она, конечно, звучит иначе, относительно сингла, не выделяя, она, она очень органично все равно встает в этот альбом, при том, что она очень резкая, очень самостоятельно, очень зубастая, но она все равно вписывается туда, кстати, кавер на Дэвида Боуи, по-моему, тоже достойно отдельного внимания, и сделана очень хорошо, хорошо считана песня, песня считана очень хорошо, очень точно, вот. Блин, ну, считана в натуре, ничего не могу сказать, при том, я, у меня есть в плейлисте некоторые переводы западных песен, там, особенно Леонардо Коэна, но при этом это что-то, не знаю, у меня какое-то ощущение, что вот Кобейна уже нельзя трогать, вот, при том, даже вот то, что, то, к чему он косвенно прикасался, еще, ну, лет 10, пусть лучше полежит, вот, лучше пусть, оно там еще настоится немного, и тогда можно будет заново переосмыслять, потому что у меня есть в голове версия, как Кобейн исполняет эту песню на Unpledged in New York, и, ну, это место, оно навсегда за ним, как парковка, то есть, вот уже нельзя там ни рядом паркануться, ни что вообще сделать. Ну, я не знаю, как бы говорить здесь, разводить демагогию на тему того, что оригинал, там, что кавер бывает лучше оригинала и так далее, но по поводу того, что можно ли трогать Кобейна, мне очень нравится, как Ваня переделал My Opinion в своей композиции их мнений. Не изменишь ни за что, и в ней, и в ней, My Opinions, она официально была издана на бонус скрытым треком на... или нет, или отдельным треком она есть на альбоме противоганс, но она еще вот была сыграна там, черти, когда еще в студенческие годы, я понимаю, она была написана, причем это тоже неофициальная песня Нирваны, это как есть какая-то там акустическая демка Курта, и Ваня ее перевел, перепел, переиграл, и сделал ее замечательно, вот, в русском, в версии Вани это их мнений, да, в версии Кобейна она называется My Opinion, вот, прекрасная песня, которая познакомила меня со словом Opinion. Респект, респект, не, слушай, круто, я вообще не слышал никогда даже об этом, вот, когда смотрел на песню Опыт Отсутствия, она пиздец, какая мощная, но у меня честно, есть ощущение, что типа, ну, мне лучше вот сюда рот не открывать просто, то есть, ну, максимум вот, ну, сказать, что песня охуенная, но как будто, не знаю, она вот и такая личная, и такая именно какая-то, экзистенциальная, что вообще прям. Да, да, ну, это, нет, мне тоже на самом деле нечего добавить по этому поводу, потому что это то, что, это тоже, наверное, композиция, которую я, о которой я не смею просто говорить, потому что она, как бы, находится вот из разряда каких-то не, не понятых, не осмысленных, не до конца пережеванных, то есть, в этом, в этом, да, и вот здесь вот наши с тобой фанбойские замашки, наконец, столкнутся, в этом альбом Вани мне, конечно же, будет интереснее и останется со мной на гораздо дольше, чем альбом господина Яновича, по причине того, что для того, чтобы раскрыть и как будто бы понять красоту и уродство, нужно прочитать все версии на Дженниусе, найти правильную, и на этом, типа, все заканчивается, а из-за того, что у Вани есть не только лирическая, но еще и глубокая музыкальная составляющая, этот альбом лично у меня прикрутился на репите уже в разы, в разы больше и будет продолжать, в нем я буду продолжать копаться и буду делать это с большим удовольствием, чего и вам всем желаю. Блин, справедливости ради, у меня вот, наверное, ну, примерно на одном уровне сравнимо, короче, крутились красота и уродство и выход в город, но, честно говоря, за счет того, что, может, мне 22, и у меня какие-то там вот, типа, свои проблемы и свое мироощущение, мне что, честно говоря, именно какая-то внутренняя проблематика Мирона не близка, то есть я это слушаю как реп, и нойзовские вещи я тоже, ну, типа, обособленно воспринимаю, потому что, ну, вот опять же, то, что это песня, которую мы обсуждали, господи, песня предателя, ну, понятно о чем, и оно понятно о чем резонирует, птицы в метро тоже, понятно о чем резонирует, это какая-то более общая мысль, но при этом, я вот буквально последние 4 дня решил переслушать антихайп трейн, вот то, как Слава КПСС со своей тёлкой расстался, не могу, вообще пиздец, там песен 10 про это, вообще, вот здесь у меня какой-то мэч 100%, при том, я очень давно ни с кем не расставался, но, блять, вот 100% попадание, я прям гоняю, гоняю последнее время, это мне кажется вообще даже отдельное от музыкального вкуса, херня какая-то, просто какой-то ментальный настрой, типа, Эй, Нойс, я уже писал, но мои письма остались без ответа, наверное, ключит контакт, тупит, может, анкета или просто почта забита, как мокрой солью с солонка, назойливыми фанатками, что хотят от тебя ребёнка, видишь, не знаю, как раз, Ваня всё-таки очень точно, да, писал свою музыку, про то, что это либо преодоление, либо невозможность преодоления, это, наверное, то, с чем, ну, вот, я в своей рефлексии сталкиваюсь часто, поэтому, поэтому, наверное, я там нахожу в Ване много общего с собой, или пытаюсь найти. Так, товарищи, мы делаем кат, подписывайтесь обязательно на канал Максима, там выходят замечательные стримы ЧТЛ, это расшифровывается, что там у людей, он очень много разных интересных людей спросил, сколько у тебя уже выпусков вышло? 236. 236, архив вам на всю жизнь, в том числе, там есть сеньор Михлен Сейнович, тоже, можете заходить, смотреть. А на этом всё, спасибо, что ты смотрел, ты знаешь, где кнопка подписки. Субтитры сделал DimaTorzok